А теперь о качестве продуктов. Новосибирский доктор, врач-диетолог Яков Новоселов запустил в Ютьюбе серию видеороликов, на которых рассказывает о том, как отличить хороший продукт от плохого. Яков Борисович неоднократно давал консультацию у нас в прямых эфирах, и сейчас очередную послушаем, уже взяв с записи в Ютьюб. И я сразу обращаюсь к вам, уважаемые радиослушатели. А умеете ли вы отличать хороший продукт от плохого, качественный от подделки? И на каких продуктах нас чаще всего, на ваш взгляд, обманывают? Звоните и расскажите по телефону студии 289-99-33, а Яков Новоселов поведает нам про гречку. Одним из наиболее востребованных продуктов, и, кстати, одним из наиболее полезных продуктов, является гречневая крупа. К сожалению, и здесь нас пытаются обмануть. Иногда нам посовывают прожаренную гречку, которая была изначально плесневелая, испорченная, негодной к употреблению, вместо хорошей, качественной и пропаренной, причем продают по одной и той же цене. Как это отличить? В принципе, можете сделать это сами. Вот смотрите, вот одна крупа, мы что в магазине видим, да, вот, ее грани немного более светлее, чем ядро. Это значит, эту гречку пропаривают, и она у нас будет вкусная, и у нее есть все необходимые витамины, микроэлементы, которые присущи этому, естественно, полезному продукту. А вот другая гречка. Я думаю, видно уже, право, прямо от действия уже по вкусу. Ну, посмотрим поближе на эту гречку. Я думаю, сразу понятно, что вот здесь и грани, и сама сердцевина, они одинакового цвета, иногда сердцевина бывает даже более темная. Итак, запомнили, да, если грани у гречки более светлые, а ядро более темное, это хорошие, нормальные гречки. А если же и грани, и ядро одинакового цвета, или грани еще и темнее, чем ядро, ну, значит, эта гречка уже изначально пропавшая, протухшая и прожаренная. Не берите такую гречку. Цена на качество никак не влияет. Уважаемые радиослушатели, поделитесь вашими рецептами, как отличить хороший продукт от плохого, и какие продукты чаще всего грешат подделкой. Ну, не сами, конечно, продукты грешат, грешат торговые сети, грешат производители. 289-99-33, телефон нашей студии, номер WhatsApp, на который можно писать 8-923-145-1102. Принимаются от вас и рецепты, как можно отличить хорошее от плохого, по каким признакам. Будь то масло, молоко, пельмени, колбаса, либо что-то иное. Но вот, ваш покорный слуга, я, например, я от некоторых продуктов постепенно отказываюсь. Потому что, пробуя некие более качественные аналоги, понимаю, что тот или иной продукт в магазине, он просто несъедобен. Ну, например, пельмени я перестал есть в магазине, потому что их нельзя есть просто. Потому что, в моем представлении, это что-то ужасное, некая трава и с чертовски неприятным зачастую запахом. Пельмешки, когда варишь, аромат должен быть. Так бывает, бросишь оттуда ванишка какая-то. Курицу, все чаще стараюсь переходить на настоящую. Ну, хотя раньше потреблял, и ничего. Доброе утро, здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Ну, по колбасе, по применям, дело вкуса. Я просто хочу сказать, я реально специалист по кондитерке, по халве. То, что у меня был в каменьке церквы, многие даже об этом знают. Так, очень интересно. Вот, и я всегда отвечу, какая самопальная, какая что не добавлено, что переварено, какая даже патока, допустим, и все остальное. Ну, там много тонкостей. Даже люди бывают и муку добавляют, и есть такие с себестоимостью, убавляют. Какой-то хлопья, допустим. Ну, много всякую дюрь туда добавляют. Когда, потом она становится уже не халва, а так себе. Вот именно по такому продукту я, да, специалист. Халва часто бывает поддельной, плохой? Ну, я что-то, честно говоря, сейчас покупаю редко. Ну, да, бывает очень часто. В основном, так скажем, семечко заплая, либо ее она не прожарена, не прорушена. Ну, там много чего. А нет ли способа отличить? Может быть, знаете какой-нибудь вариант, как отличить хорошую? Я вот скажу. Вот сейчас стала модная халва, типа, белая такая, белая. И все думают, что это она офигенно очищенная. Это заблуждение. Вот халва должна быть коричневой. Я не говорю, что она черная, как кирзовая собака, а коричневая, вот это и есть нормально. А которая белая, она уже просто заварена, переварена и там уже добавлена, что попало. И крахмал добавляет, и муку, и все остальное. Поэтому цвет у нее такой. Даже можно такой тонкости, я скажу нашим слушателям. Если на губах и на языке как бы она плывет такая, как бы, как вот жижа, вот это все, значит, уже разбален где-то на 10-15%. Это точно минимум. Как у вас с другими продуктами отношения складываются? Ну, с другими по-всякому. По-всякому. Вот в основном я как бы по напитку, допустим, пенному нашему популярному, вот, по пиву, допустим, я могу сказать, что тоже, как бы я его выпиваю, человек ищет тоже, как Николай. Вот, могу сказать, что разбавленное пиво, я сразу отличу, что разбавленное. Либо если один сур пива, а за один сур пива заливает, там тоже проверка, мороверка, которая там есть, казахстанская, 20 рублей, тоже. Если она просрочена, у меня такой желудок, как барометр, мне сразу пронесет, сразу чистка будет. Ну, с одной стороны полезно, но с другой стороны вроде как болезненно, о чем дело. Польза плохого пива. Спасибо вам за участие в эфире 289 99 33, телефон нашей студии. Во Вконтакте мы проводили опросы, интересуясь у интернет-пользователей, какие продукты чаще всего оказываются некачественными в магазинах Новосибирска. И предложили ряд категорий. Так вот, больше всего претензий возникло к колбасам. 36% проголосовало именно за этот продукт, полагая, что с колбасами больше всего проблем. На втором месте хлеб и выпечка. 14% проголосовавших считают этот продукт неправильным. Также среди лидеров пельмени, молоко и кисломолочные продукты. Ну а реже претензии у людей возникают к мясу, к консервам, конфетам, сладостям. По этим продуктам практически нет нареканий. 289-99-33, телефон прямого эфира, номер WhatsApp 8-900-23-145-11-02. Колбасу вообще нельзя в магазине покупать, пишет нам WhatsApp-радиослушатель. Посмотрите в YouTube ролики, как ее делают, и у вас будет такое отвращение, что от колбасы откажетесь навсегда. В WhatsApp приходят сообщения от радиослушателей, которые комментируют качество продуктов, которые продаются в современных магазинах. Пельмени совершенно невозможно есть, их надо заставлять есть тех, кто их производит. Добавляют всякую дрянь, отравить пытаются. Это одно сообщение. Большие проблемы с молочной продукцией. Оно почему-то зачастую не скисает слишком долго. Далее принимаем телефонные звонки 289-99-33, наш номер для ваших комментариев. Звоните, рассказывайте, каким продуктам у вас претензии, ну и, может быть, если готовы, делитесь советами, как отличить хороший продукт от плохого. Доброе утро, здравствуйте. Еще раз здравствуйте, Вадим. Ну вот я хочу сказать, вы знаете, вот нашли, да, вот пельмени, колбас, это вот кефира, это вообще ужас какой-то. Да, ну пельмени стараемся мы сами лепить, мы покупаем мясо, перекручиваем, все добавляем туда. И сами, мы даже и тесто сами делаем для пельмени. Вот, дальше, ну курицу натуральную, да, стараемся, хотя и переплачиваем, конечно, но натуральную стараемся курицу. А вот где вы покупаете натуральную, скажите, пожалуйста. А вы знаете, мы у людей покупаем, у нас есть знакомые, мы у них покупаем у фермеров, вот. И в отношении масла сливочного тоже мы женщину нашли, мы всегда у нее покупаем. Но вот насчет масла сливочного мы покупаем, знаете, вот это вот гипермаркет «Маяк», там женщина, она продает, мы всегда у нее, только всегда у нее берем масло. Она сначала на Левобережке, на оптовом рынке работала, вот, а сейчас она там, вот, мы у нее всегда масло берем, у нее всегда оно хорошее, сливочное масло. А сколько стоит, скажите, интересно? Ой, сколько стоит... Затрудняетесь, да? 200, 200, 260 рублей. За килограмм? Да. Так это дешево, это дешево. Вот, и вот мы у нее всегда покупаем. А еще, знаете, хотела я еще, Вадим, сказать, вот этот магазин фермерские деликатесы, что все в рекламе-то рекламируют. Там, там, это, это ужас. Там вот рыба, знаете, ей, наверное, 100 лет уже рыба. Икра вот эта все, все рекламирует, там у них красная икра. Она вот заходишь, она, знаете, она там плавает уже в этом, в этом во всем. И они все, вот, ну вы попробуйте, вы попробуйте, а сало какое, все залежалое, страшное, ужас. Вот, вот опять же, где вот это, вот качество проверки, это же, это ужас, что там. И вот этот вот магазин рекламирует, и все заходят и выходят, и все жалуются, но ужас просто. Спасибо за звонок, спасибо, что поделились. 289-99-33, телефон нашей студии. Для ваших комментариев также действует WhatsApp, 8-900-23-145-1102. Здравствуйте. Ну да, доброе утро, Вадим. А меня качество водки не устраивает, и очень сильно не устраивает. Ее пить просто стало почему-то невозможно, причем, чтобы дорогую покупал, что дешевую. Если по продуктам сказать, вот здесь недавно брал пельмени, магазинчик у нас открылся. Ну, правда, они дорогие, 300, там, что-то, с чем-то рублей, почти 400 рублей килограмм стоит. И хорошие? Хорошие? Да, хорошие пельмени, реально хорошие. То есть, ну, мне продавщица посоветовала, были разные пельмени, она просто поверила. Рубленное мясо, я еще поразился, рубленное мясо, я говорю, ну, это же вроде не манта, чтобы рубленное мясо всегда фарм сделали. Ну, правда, хорошие пельмени были. А где, как, где, как называются, как найти-то? Если честно, я не знаю, как он называется, этот магазинчик. Он у нас на Новосибирской, в павильонах, ну, как всегда, в павильонах там отделы есть. Хорошо, спасибо за участие в эфире, доброе утро. Доброе утро, Александр. Ну, как всегда, хочется пошутить, когда слушаю вот эти все вздыхания. Такой был фильм, а ты баточь ли солдат, там такая фраза есть. Да, не голодали вы, товарищ капитан. Дело в том, что, вот сравниваю, в советское время достать ничего нельзя было, зато, конечно, в основном, ну, более-менее качество еще было. Несомненно, да, качество было лучше. Ну, вы знаете, тоже, смотря что, если уж так вспомните, колбаса вареная, я вот почти не помню качественную. Вот. Но сейчас изобилие, зато действительно какое-то вот снижение. Ну, я бы не стал вот так драматизировать. Действительно, просто выбираешь, привыкаешь. К сожалению, правда, бывает, что, вот привык к какому-то продукту, думаю, о, вроде бы, ну, сносные. Прокупаешь раз, другой, третий, через год они начинают тоже съезжать еще в худшую сторону. Вот у нас, кстати, с пельменями так было. Мы все-таки берем пельмени, но стараемся их на большой выбор, что-нибудь подобрать. Вроде вот надыбали, ага, вот, хорошо. Через некоторое время смотрим, что-то и они стали хуже делать. Ну, а что теперь делать? Не есть ничего. Сейчас вот все перечислили. Сказали, к консервам нет, а у меня и к консервам есть претензии, например. Ну, что, там берешь баночку, трясешь, и она плюхает водой. Открываешь, половина воды, половина продукта. Я страшнее вам вещи скажу. Иногда тушенка, я тоже отношу к консервам, несомненно. Да. Вроде бы смотришь, ну, симпатичное. Достал это мяско, что-то там с ним сделал. Потом начинаешь, когда его есть, смотришь, и там какие-то органы вообще непонятные. Мне как-то попало нечто, какой-то то ли инопланетянин там с щупальцами, то ли что. Не-не, это не органы, это просто, как сказать, качественное мясо. Вот то, что мы пытаемся выбрать на рынке, что нам дают, это отрезано от хорошей крупной мышцы, от хорошего места. А туда как раз, как это говорит, что такое вырезка? Это все хорошее отрезали, а остальное дали нам вырезку. Вот, это края, это где-то близко к какой-нибудь брюшине, к суставам и так далее. Это жилки, это организм многослойный у нас. Поэтому пугаться не стоит, другое дело, что это не очень хорошо выглядит, не всегда вкусно. А отравиться этим нельзя. Поэтому главное, вот все-таки я бы пожелал всем, чтобы не отравиться. Спасибо за хорошее пожелание. Надо искать, надо искать. Взаимно. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Я бы вот не стал идеализировать качество продуктов советского времени, поскольку я хорошо помню, что человек, появивший колбасы, от него все разбегались, поскольку он издавал отчетки, такой запах сероводорода. Там было очень много гороха в колбасе. Я вам скажу, что вот люди, которые, ну, идеализируют качество продуктов советского времени, им 50 плюс, ну, как мне, мне 60 плюс. Просто у нас большие проблемы с пищеварением, и мы уже многие продукты просто не можем есть. И когда мы говорим, вот раньше это было качество, хоть и дефицит, я с этим не согласен. Просто действительно уже ты не ешь шоколад, не можешь, конфеты не можешь есть. Ну, а неужели, Александр, раньше столько же хлама в продукты подмешивали, как сейчас? Ну, нет, конечно, там подмешивали бумагу и там горох, вот это самое. Ну, пельмени, там вообще был мрак, вот эти, в коробках. Там, в принципе, мяса не было, даже обрези, я думаю, не было. Просто, говорю, тогда пищеварение было лучше, мы были молодые, мы были вечно голодные, поджары, скрунные. А сейчас изжога, отрыжка, да, это возрастные изменения, я так считаю. А продукты сейчас, можешь сам выбрать, можешь колбасу там дешевую взять, это понятно. Ну, возьми подороже, там, проверенных этих производителей. То есть, водители... Александр, если бы гарантия была, что она подороже сведобная, опять же, насколько подороже, но покупать колбасу дороже 600, допустим, рублей за килограмм, ну, как-то жалко, например. Ну, идите в бахитле, вот, если вам нравится продукт. Раньше ведь тоже колбаса была не из дешевых. Ну, правда, тут у нас сейчас колоссальный выбор, причем есть эти все мясопродукты, вот эти копчености, там, пастрома, там, всякие балаки и прочее. Не, сейчас намного лучше, просто, да, не перевариваться. Вот сейчас вот я поеду на праздники в Горный Алтай, как обычно. Ну, вроде бы раньше так радостно было туда ездить и шашлыки поесть, а сейчас, видимо, один раз делаем шашлыки и больше не будем, все, не лезет. Это просто проблема пищеварения у стариков. Спасибо вам, Александр, здоровья вам, доброе утро. Ой, извините, еще раз, Александр, я вот в дискуссию чуть-чуть... Я и согласен с Александром, кстати, по возрасту, и немножко не согласен. Я тоже всегда думал, что я стал старше, и мне то не нравится, это не нравится. Но, знаете, пару раз нарывался, купил мясо, мы его пожарили, вкус детства. Вот, понимаете, окажется, есть тот вкус, который был. Ну, наверное, я в чем-то и согласен, что уже не те вкусовые у нас, к сожалению... А купили просто вот в магазине, да? На базаре купил, то ли оно молодое, то ли оно какое-то непроколотое, я не знаю. Но вот почему-то мне вспомнился вкус, который я уже давно... Ну, шоколад иногда бывает. Нет-нет, да вдруг купил... О, это похоже на то, что я в детстве ел. А в основном, конечно, что попало. Ну, вот я и так и не могу разобраться, где окончается вкус, где начинается качество, скажем так. Ну, вы знаете, пусть будет хотя бы вкусно, это уже полдела. Нет-нет, я имею в виду вкус детства. То есть вот Александр сейчас про что говорил, что мы стали старше, у нас пищеварение изменилось. Я согласен с этим, это физиология, никуда не денешься, что с возрастом не те яркие ощущения, что были в юности и в детстве. Но, вот я говорю, иногда пару раз я наткнулся, что, оказывается, и тот еще вкус сохранился. Но редко. Спасибо вам за звонок, доброе утро. Здравствуйте. Не перестаю по-хорошему улыбаться, когда предыдущий Александр, да, этот Александр. Предыдущий, он у нас такое впечатление, что правда в Советском Союзе что-то сильно его кто-то обидел. Ну, ничего подобного, было все правда хорошо. Я вот говорю, я сейчас колбасу, например, новосибирскую, я точно не беру, только вот стараюсь белорусскую. Но вчера вот даже вот к маме приехал попроведывать, взяла она колбасу. Но она по привычке, старые люди, они же всему верят, как говорится, синдром у них вот такой верить. То, что в газетах написано, по телевизору, бесполезно объяснять, что вранье и так далее. И вот взяла колбасу, ну, блин, я всеядный. Вы знаете, у меня, ну, если я молоко могу с селедкой, с помидорами солеными, с огурцами, ну, не именно вот так, ну, там, с картошкой. То есть для меня это всегда была нормальная пища и все отлично. И то, что с возрастом там желудок, ну, это не знаю, какой возраст она имеет, чтобы желудок у вас так испортился, 80, наверное, лет. Мне самому сейчас под 60, все отлично. А вот нашу продукцию новосибирскую отточнее. Ну, вот вчера я попробовал, но полиэтиленом, вот это, знаете, послевкусие, когда водку ты первую стопочку выпиваешь, и ты не торопишься закусывать. Ты вот это послевкусие, что там у тебя в нос отдаст, ты понимаешь, хорошая водка или плохая. Вот вчера полиэтиленом прям пахло. Я говорю, мам, ну не бери, ты, я тебе возьму, ты позвони мне, я тебе возьму. Ну, она вот так вот. Водка пахла полиэтиленом? Нет, колбаса, которую она вчера взяла. Я просто сравниваю, что когда водочку пьешь, и ты, я просто уже привычка, потому что у нас контрафакт и так далее. То есть, и поэтому я всегда, если начинаю выпивать этот напиток прекрасный, я не закусываю, я жду послевкусие. Чтобы проверить качество таким образом. Да, дегустирую, хорошая водка или плохая. И вот вчера я просто полиэтилен попробовал, это ужас. Так что не надо сравнивать, все было в Советском Союзе качественно. И тем более, я слушал передачу год назад, но неужели этот профессор или кто он там выступал, не просто дядька там какой-то со стороны, он конкретно сказал, он говорит, знаете, если положить на прилавки всю ту колбасу докторскую, она будет как минимум в два раза дороже. По цене производства, да? Да, да, да. То есть, себестоимость будет ее очень высокая просто. Спасибо вам за участие в эфире, доброе утро. Утро доброе. Хотел бы, во-первых, возразить, сударыня там объяснил, что масло она покупает за 250 рублей, качественное. Ну, могу вас разочаровать, нормальное качественное масло это 500-600 рублей. Вы знаете, я тоже удивился цене, я думаю, что может быть там просто фасовка, например, по полкило или по 400 граммов. Нет, но я допускаю, что там 200-300 грамм. Возможно, просто наша радиослушательница маленько ошиблась, полагая, что надо называть цену какого-то кусочка. Конечно, килограмм должен стоить дороже, несомненно, я полагаю. Потому что сегодня закупочная от силы там 18-25 рублей с молока, выход где-то 250 грамм условно. Ну, 20% примерно где-то хорошее масло получить можно. Поэтому тут, ну, это все очевидно и не знаю, что-то как-то так. Нормальное качественное масло сегодня татарка еще выпускает у нас, ну и алтайский, кипринский, который был у нас хваленый. Если вы в Киприно берете масло, вот именно в Киприно, а не в Барнауле, где его фасуют сейчас, они его купили, этот завод, вот они еще как-то маленько там пытаются поддерживать качество. Вот, что касается вот Александров обоих, ну, я не знаю, что-то правда у них с рецептами не в порядке. Вот, предыдущий выступающий правильно сказал, все должно быть нормально. Это действительно, что это самое, какие-то невероятные воспоминания о Советском Союзе. Я еще хочу сказать такую вещь, вот сейчас часто слышу, вот в Советском Союзе там, а вы знаете, еще такой вопрос, кто где жил в Советском Союзе, вот очень немаловажный момент. Кто где жил, потому что, допустим, снабжение города Алматы или города, допустим, там, Баку, да, вразительно отличалось от снабжения того же Новосибирска. Академгородок или, допустим, Берск, это была небо и земля в советское время. В Академии было питерское снабжение, а в Берске местное. И, соответственно, и продукты соответствующие ели. Это раз. Второе, как правило, в из-за крупных заводов были свои фермерские подсобные хозяйства, если помните. И в них, как правило, качественная, нормальная продукция всегда была. Всегда. Так что не могу согласиться с этим. Благодарю за... Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вы, однако, к завершению идете. Так я вам сейчас скажу, вот послушаю всех. Однако им до революции, вот до этой, Ельцинской смуты, было, может, по 15-20 лет. А вот судят про Советский Союз. Ну, вы знаете, там работали все, буквально. И трудом только все добивались и жили. Но продукты... Мы никогда не голодали, понятия не имели. Это уже колбасу. Пойдешь... Килограмм на человека, талон. А их семья 4. 4 килограмма. Да я их никогда сейчас не беру и тогда не выбирала. Потому что мы мяско свежее купим в селе. Ну, а село теперь разбежалось. Негде покупать. И все на зиму заготовим. Я еще картошину, мне 83 года. Я еще ни одной картошины купленной не съела. Все время свою. Ну, а что, картошку тоже плохую продают, считаете? Очень, очень даже. И очень плохую. Ну, любо-дорого. Я вот сейчас в эти годы еду только картошечки побольше посадить. Так что, ребятки, трудитесь. А я посмотрю, вы разжирели. Не идите, пожирайте. И бракуйте всю продукцию. Ну, выберите то, что вам есть. Надо. Что хотите. Спасибо. Трудитесь. Сейчас вот пассивная начинается. А мы ведь молодое поколение. Мы ехали и на пассивную, особенно на уборочные работы. А теперь посмотришь, засыпает снегом, оно не убрано. Да помогите вы этим же фермерам, кому угодно. Так оно же вам дешевле обойдется. Вот так я вам заключаю. Спасибо вам за звоночек. 289-99-33. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Я хочу сказать про Советский Союз. Дело в том, что рынок был, я всегда покупала с рынка. Там были и мандарины, и лимоны, и сухофрук. Здесь товар был на центральном рынке. Вот мандарины 2 рубля гострина, а там по 20 стоило. А мясо я покупала по 2 рубля в 2 часа. Уже все колхозники торопятся домой, потому что они торговали. И по 2 рубля шикарное мясо. Я всегда там покупала. Сейчас мясо отличается. Сейчас есть возможность найти хорошее вкусное мясо? Качественное. Ну, надо выбирать иногда. Сорвался звонок у нас. Нет, не сорвался. В общем. Вам спасибо за участие в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут и каким продуктом у вас есть? Анатолий Алексеевич. Мне 73-й год. Я вот слушал внимательно, что расхваливают колбасу, другие прелести. Значит, советского времени и теперешнее. Я хочу сказать, я недавно совсем через интернет-магазин купил кусочек ветчины. Кудряшовского свинокомплекса. Значит, результат. Я маленький кусочек съел. Остальное, ну, жалко было в уличную собаку. И скрошил их, кормил ей. Собака сдохла. А я получил инсульт кровоизлияния в левый глаз. Ну, вы думаете, из-за ветчины? Да, из-за ветчины. Ветчина была вырезана с дохлой свиньи, в которой завелся трупный яд. Вот результат. Подождите, вот эти все выводы, они откуда? Это результат диагностики или что? Эти выводы из моей жизни. Собака сдохла. Причем я ее, это самое, ну, что, лежит, вышел, лежит, пасть раскрытый, язык вывалился. Это что, живая, что ли? Вот я ее погрузил в мешок и сдал это мусорщикам. А у самого кровоизлияния в левый глаз, оно и сейчас я левым глазом не вижу. Ну, понятно. Я от души желаю вам здоровья. Я куда не обращался, мне говорят, надо кусочек на испытание. Слушайте, я если бы знал, что такая свинина, я бы кусочек оставил, да? Я бы собаки не скормил. Но это если от всего, что мы покупаем, отрезать образцы и оставлять, это надо свихнуться. Вы понимаете, что творится? Я желаю вам здоровья, но, видите, невозможно таким образом сделать выводы, что причины именно в той ветчине, которую вы ели. Ну, действительно, не имея кусочка, хотя я понимаю, что странно было бы его там вырезать и сохранять, сложно какие-то подобные выводы сделать. Доброе утро. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Доброе утро. Алло. Да, приветствую вас. Вот так. Я вот, мне 80 лет, я при Советском Союзе жила, но у нас хозяйство свое было, когда это самая маленькая была школьница. Я переехала сюда, в этот проклятый Новосибирск, извините, пожалуйста, с Харькова уехала. Вот так вышла замуж сюда. И вот колбаса вот эта, я сначала даю щенку. Щенок, если не ест, то и я не ем. Вот так. Любую колбасу покупаю ему. Ну и насколько часто он не ест? А? Насколько часто щенок отказывается от колбаски? Постоянно. Постоянно. Он даже мясо, вот, сейчас варю борщ, кусочек мяса отварила, давай ему. Он даже понюхал, понюхал и отошел. Потому что собака чувствует. Так подождите. Гадать какая-то. Так может собачонка у вас пост просто соблюдает, да и отказывается. Ну иди. Пост соблюдает, да. Это я соблюдаю пост. А я не соблюдаю пост. Понятно. Вы же шутите, что ли? Раньше колбасу купишь. Я работала на стекольном заводе. Его уже сто лет уже нет. Вот. Спасибо вам за участие в эфире. Доброе утро. И еще раз здравствуйте. Как раз по поводу сказали, на животных пробовать все. Люди, забудьте пробовать животных. И животные адаптировались. Я в конце 90-х наблюдал такую тему, когда у нас котенок отказался от сардельки. Сейчас вот кот живет, ест все. Так же и остальные животные. Так что не экспериментируйте. Спасибо. Да, вам за участие в эфире. Ну что, уважаемые радиослушатели, настало время подводить черту. Я помню, у меня был комментарий еще по качеству икра. Давайте, кстати, послушаем комментарий эксперта, как икорку отличать-то хорошую от плохой. Яков Новоселов поможет нам. Красная икра. Ну, скажем так, это, конечно, совершенно необязательный атрибут нашего с вами застолья. Почему? Потому что, ну, польза что от красной икры, от черной икры, что от обычной рыбы, хека и минтая. Она примерно одинаковая. Ну, содержит те же самые ненасыщенные жирные кислоты различные, да, микромакроэлементы, йод и так далее. Вот безопасная доза, даже в сочетании с алкоголем, да и без алкоголя, все-таки это жирный достаточно продукт, это 4-5 чайных ложечек икры в день. Больше, собственно говоря, организму и не нужно. Иначе уже будет все-таки перебор. Потому что все-таки это и холестерин в том числе, и жиры, и так далее. Кроме того, ну, это соленый продукт. Ну, понятно, она соленая для того, чтобы ее сохранить. То есть, в виде консерванда используют соль. Соль у нас что делает? Задерживает воду. То есть, вы, грубо говоря, злоупотребите. У вас утром будет больше отеков, вы будете опухшим. Ну, и кроме того, если риск нарваться на фальсифицированную красную икру, туда добавляют уротропин. Это такой консервант, он запрещенный консервант. Просто, можно сказать, формальдегид, то есть, ну, канцероген. Поэтому будьте аккуратны. Ну, и опять же, красная икра совершенно необязательный атрибут. Ну, покушайте скумбрию ту же самую. Польза будет та же самая. Ну, понтов поменьше. Это Яков Новоселов, директор Центра оздоровительного питания, врач, диетолог, кандидат медицинских наук.